Приветствую вас! Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вам не чувство стыда. То есть чувство стыда, вообще такая штука, она для вас достаточно частое и знакомое явление, когда вы следите с чего-то касаемо вас, когда вы следите с чего-то касаемо себя, когда вы склонны, значит, что-то в себе не принимать, вот. Стыд это по большому счету такое очень интересное непринятие себя, вот. И то, что вы говорите о, так сказать, неодобрении мамы, вашего решения там, ну, учиться, говорит о том, что мамы считают для себя возможным вмешиваться в вашу жизнь, мамы считают для себя возможным вмешиваться в, ну, вот, ваш выбор, значит, профессиональный даже, в том числе. Вот. И я думаю, что это произошло не случайно, вот, это происходит, точнее, не случайно. Ну, вот, потому что, ну, потому что мама, она считает себя вправе. Ваши руководители считают себя вправе, вам тут указывать, она считает вправе обценивать ваши действия и так далее. Вот. И это, в свою очередь, означает, что она, она брала ответственность, скорее всего, за вас. Ну, к примеру, вот, за то, что вы, там, делали, делали за ответственность, там, к примеру, за ваш выбор, вот, за ваши решения, какие-то, и так далее. Ну, вот. Она брала за это ответственность и тем самым избавляла ответственность, избавляла от ответственности вас. Вот. Другой вопрос, другой вопрос. К чему это привело, по сути? привело это, по сути, к тому только, что вы были поставлены для себя в достаточно такое исключительное положение, когда вам нужно было, можно было вам, ну, не брать ответственность на себя, скажем так, за то, что вы делали. И делали, и делали, и делали, и тем. Вот. И, из-за этого, из-за того, что вас ставили вот в такие исключительные условия, на мой взгляд, на мой взгляд, вы привыкли думать о других людях, как о сильно отличающихся от себя. Вот. То есть, надо сказать, что разница в возрасте, по сути, ну, никак заметно не будет. Вот. Вы говорите, что нынешнее поколение, там, новое поколение и так далее. Вот. То есть, вы уже себя относите к какому-то более старому поколению, это всего лишь разница в 22 года. Откуда у вас такие взгляды? Я, опять же, сомневаюсь в том, что эти взгляды, собственно, ваши. Я думаю, что, скорее всего, эти взгляды пришли к вам от вашей же мамы, вот, которая, ну, считает, что она, вот, правая, она вообще лучше знает, как все остается. Вот. Если видите, с одной стороны, это родительская позиция, как должно быть, а с другой стороны, это мысли о том, что все люди плохие. Вот. Это нужно корректировать. Вот. Самую свою родительскую позицию и свою исключительность, то есть чувство, собственно, увеличивается. Это все нужно корректировать. С другой стороны, с другой стороны, история заключается в том, с другой стороны, что вы не уверены в себя. То есть, знаете, идя учиться, вот, именно идя учиться, вас беспокоит не сама учёба, собственно говоря, а вас беспокоят именно другие люди, ну, в этой учёбе. То есть, на самом деле, вы используете учёбу сейчас для, ну, реализации каких-то, вот, своих, возможно, социальных моментов, да, социальных каких-то желаний, вот. А, не, не, собственно, ради самоучёбы. Поэтому ещё раз, занимайтесь делом, да, занимайтесь делом и определитесь с тем, что вообще говоря для вас важно, то есть, с чем вы хотите заниматься. И хотите ли вы заниматься тем, чем занимаетесь, к примеру, вообще, вот, это первое. Второе. Необходимо воспринимать отношение других людей к вашему бровалу как к опыту и использовать это для того, чтобы понять отношение этих людей к себе, ну, к вам, то бишь. Вот. То есть, это вы можете сделать, потому что, ну, если человек что-то делает, да, то в любом случае, там, у него будут, ну, у него будет какая-то оценка. Вот. И это нормальная история. То есть, нормальная история, когда его кто-то оценивает. Дальше, значит, вы пишете, значит, я боюсь, что начнёт меня травить. Что это значит? Вы хотите внимания. То есть, вам недостаточно внимания. Вы хотите, чтобы у вас было внимание, но вы его себе запрещаете. Вы считаете себя, вы у меня даже не достойны этого внимания, поэтому вы боитесь травли. То есть, внимания хочется, но это желание внимания, оно приобретает такую вот деструктивную очень форму. Дальше. Так. К тому же новое поколение частого пен. Это вот уже родительская позиция. То есть, вам в 13 лет не судить тех людей, кто на 2 года младше вас. Так. И по поводу возраста. Это роста. Это у вас комплекс. То есть, это не принятие себя. Опять же, опять же, эти мысли сравнения себя с другими людьми. Все это идёт из позиции родителя. То есть, так вам говорили ваши родители или давали понять. То есть, нужно проследить источники этих мыслей и скорректировать адекватное у вас всё-таки представление. Ну, корректировать ваше представление будет не так быстро, но с силой вашего возраста будет это происходить достаточно недолго. Вот. Я боюсь опозориться. Вот. Опозориться не нужно бояться, да? Потому что вы, вот, как бы, вы считаете, что вы не можете совершать ошибок. То есть, вы считаете, что вы не можете ошибиться. Вы считаете, что вы не имеете права ошибиться. Вот. А тут ключевой момент, он именно в этом. То есть, откуда у вас позиция, что я не могу ошибиться? Откуда у вас позиция, что я не должна ошибиться? Вот. То есть, ну, как бы, это нормально вообще-то, что люди ошибаются. Я вам даже больше скажу, что именно за ошибки, именно за отношение к ошибкам. Именно в самих ошибках человек, собственно говоря, и, как бы, ну, может себя проявить. Потому что, когда успех, да, ну, тут, 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 личностные качества человека не проявляются, как правило. Вот. То есть, тут, если что-то и проявляется, да, то исключительно только какие-то навыки, иногда таланты, иногда везения и удачи. А вот отношение людей к ошибкам, это, соответственно, уже это проявление их личной личности. И о чем говорит то, что вы не можете принять свои ошибки, о чем это говорит? Говорит это, на самом деле, только о том, что вы воспринимаете себя, да, исключительно, как социального, ну, как социального индивида. То есть, вы стремитесь к тому, чтобы быть идеальным социальным индивидом. И все, и не более того. А личность, ваш выбор, ваша позиция, все это игнорируется. Вот. Ибо, ну, вот, сами подумайте, какая разница на, как ни на ком, люди вас воспримут. Вот. И править вас не будут, если вы будете сами к себе относиться с иронией, с сарказмом, юмором. Если вы будете смеяться над собой. Вот. Не будет никаких проблем. Просто нормально, просто не будет интересно смеяться. Смеяться. Вот. Смеяться над теми, кто, эээ, себя всерьез воспринимает. Вот. Поэтому здесь я вам могу порекомендовать принцип амортизации. Амортизации. Смотреть. Вот. Ну, а позицию себе не принимаете, это что комплексы у тебя по поводу роста. Это, конечно, ложнее представление о себе. Вот. Это корректируется. Тут я не могу сказать, что это можно прямо вот разобрать, ам, значит, ну, как бы здесь, да, я не могу сказать, что, эээ, что это вот нужно прямо разбирать, разбирать, эээ, сейчас. Это нельзя разобрать, на самом деле, сейчас. Вот. Но это, можно сделать на личные консультации. Вот. Поэтому надо сказать, что, эээ, ваши страхи, они идут из детско-родительских отношений, и если вам, эээ, если вы хотите избавиться от них на самом деле, да, то есть это не просто вот такой вот немалетный доброс, если вы действительно понимаете, что вы боитесь, что у вас много переживаний абсолютно ненужных, вот, а я вам сейчас сказал, откуда, откуда они у вас, эээ, имеют, эээ, место быть, вот, то вам нужна, нужна регулярная работа с психологом, вот. Это то, что я могу вам сказать, да, то есть по сути, по сути страх уйдёт тогда, когда вы признаете свою потребность во внимании, когда вы начнёте для этого что-то осознанно делать, и когда вы будете относиться к себе так же, как к другим людям, и когда вы не будете ставить себя в исключительное положение, положение, эээ, и, эээ, когда для вас, эээ, будут действовать те же правила, что и для других людей. Вот, а бога, вы себя, значит, ну, условно говоря, эээ, ставите вовне аутсайдером, по сути вы себя ставите, вот, и мне не кажется, эээ, что это сколько-нибудь выгодная и, эээ, правильная для вас, эээ, позиция, вот, там, потому что, ничего корочеего из не, из этого для вас не будет, вот. Таким образом, эээ, таким образом, эээ, выходом не видится, эээ, избавлением от родительских, родительских, эээ, прописаний ложных, деструктивных, эээ, и больше обладевания реальным, реалистичным восприятием обстоятельства, реалистичным отношением к себе, вот, и предсопризнанием своих, эээ, потребностей и желаний, эээ, с, эээ, параллельным, эээ, значит, освободением от стыда, то есть принятием себя. эээ, на этом всё, я надеюсь, что помог вам, эээ, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, эээ, если вам понравился мой ответ, эээ, буду благобарен, если сделаете его лучшим, ээээ, эээ, в заключении, чтоб вы не забыли, я хотел бы сказать следующее, эээ, принцип амортизации и сосредоточения на, эээ, тем, что вы делаете, то есть, ээээ, по сути, целеполагание, конструктивное целеполагание, очень важно, ээээ, что важно ещё? Ещё важно, эээ, ироничное, саркастичное, ну, саркастичное нельзя, эээ, ироничное, веселое, не серьезное отношение к самой себе, у меняώ心ное так мнение, да, что вы к себе относитесь очень серьезно, это на самом деле вас не красит, это вообще никого, на самом деле, не красит, у детей, вот, поэтому мне относитесь к себе серьезно, относитесь к себе все-таки, с большим с большим юмором, вот, относитесь к себе с таким смехом, вот, вы смеиваете сами себя, вот, и если кто-то вдруг, вот, будет над вами смешно, да, то просто первое поддержите его, и вы увидите, как это будет притягиваться вам людей, и вы увидите, как это сделать вообще вашу правлю, в кавычках, да, веселым, веселым времяпроводителем. Всего вам доброго, и удачи.